здравствуйте уважаемые наши зрители подписчики нашего канала сегодня к нам привезли такой автомобиль газель собол дизель двигатель кармас короче здесь надо сейчас я круче найду здесь надо некоторые работу делать тут куча это есть надо установить сигнализацию надо установить магнитолы колонку из них я хочу вам одну показать это у нас будет сигнализация с автозапуском сейчас я открою дверь и войдем во внутрь автомобиля покажи вам сигнализации начнем поскучить я открыл дверь сейчас я покажу вам здесь вообще-то я сначала вам скажу некоторые работы то что привезли же сделать это нам который там это доверяет этот человек уже почти с нами 20 лет какие у него был не было автомобиля он сразу к нам привез даже я уехал домой три года мне в москве не было потом опять обратно приехал все равно мне нашел вот приехал ко мне будем делать здесь это некоторые работы я просто вам покажу вот здесь у него шатается торпеда потом на перебор панел может быть я все видео по отдельности сниму вот переборный панел у него стекло стал мутным надо от полировод потом надо что нам видит магнитолу что мы будем снимать видео про это как подключить это сигнализация автозапуском вам объясню что куда где подключается здесь коробка механическая на механической коробкой подключается по-другому на автомат коробка там по-другому это совсем безопасно некоторые думают что вот опасно с механической коробкой нет когда я буду подключать я вам объясню еще что как это все работает еще начнем ребята погнали чтобы что на быть сигнализации нам надо некоторые инструменты вот это специально для электрика вот который отвечает провод обнимает это штекер и краской здесь еще езжу на фаска отдел на крестовая отвертка простой острый это шоп шампл и вот такой тонкой простой отверткой вот контролка которая сам делал на всех видео у меня вот такой контролка потому что другие контролки там по амперам не подходит и они быстро ломается я сам делал здесь внутри находится здесь большой это лампочка и изолент конечно ничего давайте начнем объясню что надо делать нам надо снять прибор для этого удобства надо снят крышка этого скрутить здесь полки 8 4 штук чтобы сзади возможно было проводки с прицепить надо будет еще снят это боковой пластмасс боковина прикрывает с пластмассской здесь будем установить антену на пейджер здесь будем становиться за сверлим сюда поставим лампочки все с ним разбираем короче как я сказал разобрал все что надо разобрать вот вас снят перебор на панел заранее тоже говорил блок под охранителем надо откручивать просто забыл вам сказать откручивать еще козжих руля боковина еще я заметил здесь при откручивании слушать характерный щелчок там бреля щелкает что может там пластмасска дергай шелкает смотрите что я обнаружил здесь либо заводы либо не знаю кто-то когда вот закрутил оставил этого провода между рулем сетом болт и там начал замкнуть это поход на сигнал идет здесь это козел чтобы этот бизнес здесь идет сигнал еще здесь есть аирбак подушка безопасности если замкнул бы там не знаю там косяк там может взорваться от самой аирбак там может быть то нет просто замкнул вот сигнал от сигнала замкнул здесь ну на наше тело не об этом это изолируем поставим на место ну нам надо найти чтобы установка для установка сигнализации надо найти места куда где будем присоединить что я вам покажу и мы будем подключить автозапуск давайте распакуем сирхан с автозапуском нового образца самое продавец сказал что это нового новое поколение там очень комфортно не знаю что здесь комфортно не знаю сейчас посмотрим сейчас распакуем посмотрим что здесь у нас здесь инструкция по установке эксплуатация руководство по установке нам нужно это это пока не нужен вставляем сторону потом дальше что у нас здесь там наверно какой-то карантин маранти там что там какой-то магнит на это там всякие эмблемы надо это я оставляю в сторону главный блок даже инструкция инструкция не нужно здесь если бы по электрике понимаете даже инструкции не надо просто я вам по инструкции покажу как чего куда подключить здесь все написано ну там книги по подробнее это для того что вот некоторые иногда вот начинает вопрос задавать как подключить куда подключить где подключить чтобы так так таких много вопросов не было вот буду по схеме показать ладно так ставим сторону блок это такое очень интересно какая бы охренеть это можно даже вот подарок сделать да вот о какой это блин посмотрите мне очень понравился возможно на день рождения кого-нибудь подарок сделать еще там чирик он какой то это самое на это инструкция что нажат куда нажат надо очень хорошая вещь это коробка от него чир хан уже начал этого делать комфортная батарейка это оставим в сторону то есть пока нам не нужен что у нас здесь сирена крекерка сначала будем установить это крекерку тут у нас еще датчик удара чувствительности потом нас антенна это gps не gps извините это пейджер на это стекло будем клеить и всякие провода ну еще он антенна с этого тут лампушка даже такого вида даже за звонком возводить ну ладно ребят давай начнем подключить нам нужно найти места где будем подключить я заранее подключил это склеила на стекло лобовое стекло слева справа наверху антенна и сразу туда же склеил это кнопка вызова и лампушка на которой мигает перед крещеном цена пробок пробел сейчас здесь пока москву соберу вот я уже установил сирену под капотом еще вам хочу вам показать как всегда к нам приезжает автомобиль вот таком грязном двигателе здесь хозяин просьба что мы сделали для него химическую двигателя почистили здесь собол двигатель автомобиль собол тот двигатель кэмэс дизель двигатель там электронное управление как на мерседес там как остальные это комморайл дизель короче еще здесь установил как показал вам это антенну все провода пробил сирену тоже провел здесь на газелах не бывает кнопка кнопка на двери хотя бы один кнопка обязательно нужен потому что есть на некоторых сигнализации функция вот пока дверь не откроешь не закроешь либо сама блоки сам сигнализация блокируется либо будет кричат там самый сам пасиба пока не увидел теперь это это кнопка для для чего объясняю кромка для того чтобы дверь открыли закрыли после нажатия пульта чтобы это типа определиться хозяин там кто-то съел на машину вот так она сейчас заспилили где-нибудь и поставить кнопку наверно посмотрим это где сейчас может известно мне нибудь заспилили поставим кнопку что при закрываем дверь умножался либо иногда бывает сюда вставляя на старые но удобно здесь наверно потому что заспилили железо железо не надо себя сверли сюда специально кнопка есть там на сигнале из комплекте поставить сюда он при закрываем дверь нажал еще за одной будем подключить это питанию на лампочку на пола фон там в этом автомобиле же пола пола фона нету салоны он купил то я буду установить и туда подключим это предкированная дверь будет лампочка там сгораться ну все теперь остался у нас найти питанию куда пока запитать сам блок сигнализацию и подключить автозапуск куда подключается автозапуск его из-за этого мы разобрали здесь кожах этого руля чтобы нам был доступ в этом замок сзади замка группа замка зажгания чтобы было удобно отсюда обрезать и последний проработка наш если обычно сигнализация здесь разобрать этого кожух руля не надо вот кнопку тоже поставили сюда обрезали надо обязательно обрезать там по длину что при нажатте не придавил этого пластмасс просто надо нажать что нажал это все готово я тут тут же разобрал дверь надо сюда ставить централ замки покажу как и доставляться пока я центра в звонков нету купили купит привезет пока мы будем заниматься на кассе на джаз никто права проводки проведенного показал только что вам теперь изучаем нового нового блока это новые блоки они надо изучать их они что основной в этом функции вот здесь нам показывать как всегда там пока в блок процессором блока на на основе таком место что влага не было это ясно здесь но есть об одна и самая но это после установки и подключения процессором блока может по может понадобиться обучение код брелка смотреть страница 19 это сейчас не буду посмотреть это дальнейше посмотрим на установить сначала сигнализацию хороший здесь еще руководство по эксплуатации здесь тоже нету здесь только показывает как куда нажатом как заводится с автозапуском настроить это то есть сам это то что вам показал любим думаешь как сене макс у них там карта автомобильная охранная система инструкция по установке и программирование системы как сене макс старлайн то же самое блин карта такая боже когда города были ну все но здесь нас будем посмотреть отсюда и подкидки по принципе я вот почти знаю ну чего куда вы вам объясню когда надо ход ход знаем ход не знаем надо обязательно смотреть право если от 11 всегда устанавливает лучше ну тогда не стоит смотреть каждый раз если по разуму сигнал за приводит вам надо обязательно посмотри иногда вот бываешь и хан там провода желтый идет на замок иногда идет на отец и там допустим вот у нас там белый синий это стали это вот это все время на всех сигнализации я замечал это на стартер идет запуск стартера красный с черным полосам без автозапуск здесь проводки некоторые там ну питания плюс там либо черный либо коричневый это минус будет не бывает так даже иногда коричневый идет на 9 двери кнопки поэтому надо обязательно посмотреть схему чтобы она не зажигаться блок управления блок процессор что давайте сюда посмотрим не будем подключать по очереди чего будем резать все будем я сначала соединю и покажу по два проводом что куда с чего там соединили вот ребят как говорил вам надо обязательно смотреть схему вот на сене маг старлайн здесь черные красные красные провода с черным полосам идет на стартер там два правда идет там один только один потому что между обрезаем вот примерно здесь провода это на сене маг здесь по-другому совсем другом здесь здесь вот смотрим по схему здесь здесь это красный с черным полосом идет на плюс мы будем подключить его к замку постоянный плюс сюда найдем плюс не это качество здесь красный старте должен быть сейчас контролки посмотрим это не важно там в этом цвета каждый производитель по-разному пропускает это не важно там контроль проверим это не обязательно чтобы запоминать там каждый автомобиль какой там провода это раньше был на завесах автомобиля там все цвета однако сейчас каждый производитель по-другому цвета пропускает теперь я покажу его и подключен значит красный с черным полосам идет на нам постоянно плюс 12 на плюс потом дальше идет сейчас возьму на руку и чтобы показать сама также даже самым увидите вот здесь белый провода идет к нам и к замку к замку либо аксессуары отце там написано акции либо зажигание 2 это белый желтый идет на стартер видим здесь на сене макс тарлан желтый идет на замок замок рожжи они перед тем нас вот при включен зажигание появятся там плюс здесь делима стартешь обрезаем это если надо блочевку если народа за наш там пускай будет если бочерку надо надо значит она поставили самый обрезать реле поставить это реле идет синий синий провод бочерка стартера там реле который должен быть в комплекте если нету надо приобрести в магазине зеленый сказал зажигание 2 не зажигание 1 это обсто основной зеленый это зажигание у нас там все цвета уже спад по другому по всем совсем по другому видео потом дальше у нас на второй штехер глаза во второй штехер среди которая здесь красные провода тоже идет на плюс на 12 вот потом красный белый это идет тоже питание аварийной сигнализации но это типа при нажат там у вас там либо габариты мигать будет либо аварийка это питание на это идет это же на плюс ты у нас постоянно подключаем здесь черный у нас минус масса и дальнейший вот все это сигнализатор аварийный сигнализация с фиолетовой два провода там лево правые либо на габарит здесь коричневый выход на сирену тоже вид замечаем здесь что здесь тоже отличается синий макс здесь тоже по другому коричневый на дверь должны идти здесь идет на сиреном выход на сирену минус даже даже плюс здесь выходит так вот здесь идет еще два провода на желтый зеленый было запирания выход отпирания потом дальше у нас 3 вот это штекер что это у нас там давай сначала изучим потом начнем подключить сейчас там кем вот это все свет часто так 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 плохо видно на экран у меня светло я не вижу короче здесь голубой черный выход дачку ночные тормоза это обязательно я об этом позже скажу почему-то надо обязательно подключить с серый красный выход запуск от внешнего устройства электронное устройство запуск двигателя с выходным уровнем масла сигнал масло это типа да на дачку нибудь подключить чтобы он при завел задевить его чтобы остановил прокручиваем стартера коричневый черной здесь двух вход датчика капота зеленый вход зажигания плюс серый черный вход датчик датчик багажника у нас багажника нету не будем подключить вход постановка на охрану это личинка на замок типа здесь такой функции до отдельная его самка можно заблокировать сигнализацию тебя сюда есть масса подаем вместо место пульта это будет закрываться все двери и будет нахо стоять на охрану здесь красный черный вход датчик двери минус скрытая кнопка это балет это для программирования обход штатного иммобилайзера если обходы мало иммобилайзера специальный блок устанавливается и туда в чип второй ключ спрячивается туда на этом блоке и при зажигании включено зажигание туда идет питание реле включается и замок прочитает там того ключа что разрешено запуск здесь белый это 250 ампер выход до дополнительный канал там месяц надо нарушенную там поднять стекло стекло опусти там некоторых функций выполнен вот это для этого канал фиол этого белый выход дополнительный канал тоже блокировка двигателя синий белый там еще при включенном зажигание он это это от реле выходит все со схемы мы ознакомились сейчас будем подключить начнем с первого штекера замок стартер питанию со второго штекера сразу вам скажу сначала вот подключите маску сначала хорошо закрепите маску на кузов или куда-нибудь потом начнете по питанию послушать бывают случаи даже если подключить сначала вот по подряд там допустим если не включить массу да если допустим включили в питанию главную и подключили габарит там или чего там масса вас есть возьмет масса через него будет косяк и может процесса выйти строя сначала вы подключаем массу потом начнем подключить другие проводки без разницы какие короче процесс подключена у нас идет то что я обещал вам показать вот это часть почти подключил что подключил здесь значит от самый замок это час там четыре провода там на плюс минус и подключил лампочку на аварийке при мига срабатываем сигнализация будет мигать это аварийке сейчас я покажу вам что чего куда подключил вот провода замка хочу вам сказал что вот некоторые я видел при смене сигнализации другого с одного на друга я заметил что вот подключает сигнализация его стороны со стороны замка не стоит сюда подключить если если сгорит замок придется меня замок значит надо опять переставить поработки со старого на другую на новые лучшее сопоставить со стороны автомобиля будет вещь текер это газел может может установить на жигули там куда-нибудь но там все равно чтобы установить со стороны двигателя автомобиля все провода проверил это проверить как проверил не скажу как потому что будет видеть длинным что этот самый казея поддельности это проверяется контролкой просто могу демонстрировать как 1 1 проверю как это проверяется просто я с одной рукой у меня никак не получается нормально право этого так каем сюда вот контролку при включении сигнализации у нас там должен появиться там плюс сейчас отключаем включаем появляться плюс и еще можно пробирать там допустим вот у нас это стартер одеваем туда своего при прокурсии стартера он появлялся также находим и смотрим здесь какой провод куда просто объясню если набила про у нас появляться при прокручивании замка у нас появляться плюс на это белый на той наказали здесь находим провод на стартер который выход на стартер вот подкачу подключаем это провод на стали здесь у нас это желтый таким же путем все подключаем сначала еще раз не забываем сначала подключаем минус массу и потом остальные проводки сейчас я подключил это это сейчас питание там и подключил сам на газели если кому-то не нужен нужен пробуд со второго с там разъем красный разъем и потом проводки желтый и красный просто ну я не знаю там номер просто не видно надо посветить посмотреть этот долгий процесс будет у нас к тема тема него него этом просто хочу показать что там дальше идем подключим остальные части вот кнопку тоже вот я поставил сюда сейчас буду подключить кнопку что там у нас остается остается там подключить контрол масла или контрол генератора ручник всякий ручник буду найти который сюда на перебор на панель поступает минус который при натянутом ручника сюда должен поступать минус будем подключить туда ручник и наверное и масло и это тоже найдем здесь не будем провода протянуть от двигателя еще присоединили все проводки с этого с антенной с этого будешь пока отключить этот датчик удара что-то он сам пассива зарабатывает даже так написано тачик удара некоторые говорят это чувствовательность вот тачик удара написано антенну и лампушку который вот она мигает уже сейчас проверим работает теперь будем подключить остальные части центральный замок у нас пока ничего не привезли это завтра привезут завтра привезут мы будем установить центральный замок пока остальные закончим у нас еще остался в этом автомобиле есть на магнитола подключить колонку установить пока будем заниматься сетом а у нас видео будет только про установка сигнализации все по очереди снимаю что вот все вам показать что здесь делали что делаем короче вот здесь xp 3 да вот разъем хэпи хэпи третий пара спинавка про на программе у нас вот выдает такой это вот слева снизу генератор справа сверху тахометр нам надо на генератор подключит те провода который обход 2 обход двигателя контроль работ вителю желтый черный мы же подключили его желтый черный подключено это у нас вот штекер 6 как не застрах стоит самый внизу слева это у нас генератор это будет обход двигателя типа завелся зарядка дал все определился что двигатель работает еще я подключил тут сирену кнопка двери остался найти ручник ручник тоже здесь найдем распиновка посмотрим если у кого нету по распиновка в интернете можно найти распиновка приборной панели на свой автомобиль и дабы кто будет устанавливать находит этот самый вот вот по схеме у нас вот 13 голубой черный вход датчик ручного тормоза минус должен появляться здесь минус вот показал ручник теперь смотрим сюда вот провод который будем подключить и на переборном панели справа если на козел буду устанавливать так и на козел без разница болга козел собол это это только в бизнес панели просто как вот сразу распиновка вот распиновка xp2 вот справа 3 сверху это у нас здесь получается короче розовый провод что вот уверенным контролкой одну сторону контролка на плюс одну сторону воткнем туда в это отверстие и тянем ручник если сгораешь значит правильно подключаем это это провод туда хороший после того как все порвал проводки подключили сначала надо проверить пока у нас центра замка нету из как сказал завтра привезет надо каждым сигнализации есть свои функции это не значит чтобы ничего не знает надо посмотреть как как запускается допустим я наши пробег работать с сигнализации цели макс и starline у них там попроще всего было не знаю сейчас появились хантом ну что это есть давно пантера шерха но у них там сложные сложные были функции сейчас посмотрим какой у него функция даже не смотрел вот только крышка открыл и подключил камеру чтобы посмотрим что здесь дистанционно запустите кнопка 2 для запуска двигателя нажмите кнопку 2 брелка на 2 секунды система встанут режим охрана замки дверь заперется двигатель автомобиля запустится после того как двигатель запустился на дисплее брелка коммуникатор коммуникатор начинается начнется обратный отсчет времени оставшись до кончен работы двигателя в автоматическом режиме время работы двигателя программируется из и может составлять 5 15 25 и 45 минут программируем функция с 17 смотри страница 6 4 это пока программируется нам не надо это стоит сейчас сейчас штатный по моему должен стоять 5 или 15 сейчас посмотрим это программируется на странах где сильные морозы чтобы погреться двигатель потом момент запуска здесь пишет что в момент запуска сигнал сирены один сигнал аварийный сигнализация вспыхнет один раз светодиодный индикатор в соответствии в соответствии состоянии системы после того как система встанет в режим охраны начнет мигать с частотой один раз в секунду дисплей фара мигнут 5 раз изображение замка мигнет 5 раз сигнал брелка один короткий сигнал перезаводки все это произойдет определенное время вот такой рисунок будет сейчас будем проверять пока это ставим сторону если нам надо программировать будем программировать нужно для нашего страны для россии допустим сколько мороза бывает мы сколько холода бывает минимум 20 допустим максимум там 35 37 настроить сколько должен сейчас давайте проверим для этого надо сначала заводить двигатель дверь закрыт пока здесь общивка не стоит перезакрывание общивку передавливать его я буду за ручной сделать либо посмотрю сюда положу сюда это как работает спереди спереди видео я сказал что вот объясню как работает автозапуск сейчас мне вот поможет позову человек подойду пожалуйста куда идешь сейчас мне поможешь да я когда скажу там нажмешь кнопку короче человек мне поможет там просто дверь приза там вообще к нету нажимается он поможет мне я просто хочу вам объяснить когда за запасы работать некоторые говорят что ручной коробка ручной коробка это опасно никак у нее никакого опасность нету пока эта функция не будем делать автозапуск не пройдет вот что делается на ней троги допустим сел ну дверь открыли дверь вот давайте так сделать по порядке все вот сейчас 2 закрыты нажимай не нажимая уже 2 закрыта да вот у нас стоит охрана охрана стоит пускай будет сейчас 30 секунд у нас пока сейчас ну что все систем включился пока не опускай сейчас каждый потом допустим с дома вышли вот пришли открыли открыли теперь открылся у нас сейчас дверь открытой кнопка опускай дверь открылся подожди сейчас все авто за руль дверь кнопка нажимая пас дверь закрыли сейчас надо заводить не троги заведем ну допустим скажем что вот кто-то поехали приехали и нам надо с утра заводить вот автомобиль работает да что делаем вот как приехали к дому да сразу ручник тягиваем ручник как ручник затягиваем у нас это вот если заглушит он должен заглушиться вот он грушится значит что-то не так надо посмотреть программировано значит у нас это стоит на тахометр мы подключили на генератор надо запрограммировать его на генератор сейчас я сейчас покажу вам где-то программировать и будем еще раз проверять короче я не стал запрограммировать здесь я подключил это провод к тахометру потому что самом сигнализации иногда бывает так заводскую установка так устанавливается обычно он должен стоять на генератор здесь я заметил что на сзади коробки есть схема здесь показывать на генератор на тахометре я подключен на тахометр теперь он работает сейчас я покажу вам давай кнопку нажимаю еще раз пожалуйста вот у нас опускаем допустим вот сейчас дверь открой опускай вот съели машину 2 эта кнопка закрой заводим потом ручник затягиваю поехали приехал допустим вот остановилась дома уж не затягиваем лишь поворачиваем таскаем ключ вот машина работает типа выходим за кнопка пускай еще раз нажимай ну мы вышли типа мы вышли на улице вот наружу автомобиля вот теперь нам надо вот закрыть автомобиль все двери дверь закрылся и автомобиль остановился все уже это вот пока и будет дверь не откройте не закройте это система же вот определил что вот надо с утра заводить автомобиль если срабатывать сигнализация если вы нажмете кнопку открыт закрыт система не будет работать потому что это обход контрол этого контрол механической коробкой давать теперь заведем посмотрим 2 кнопка 2 секунд все три попытка сделает первый раз два секунд второй раз по-моему 5 секунд третий раз там заведет уже и 3 попытка будет заводиться даже 3 не завелся 4 сейчас если не заведет там все по сигналит надо запрограммировать увеличится секунд время вот не завелся еще раз это можно запрограммировать там увеличится прокручиваем стартера еще раз попытка если нет у нас запрограммировать увеличится время запрограммировать не завелся короче остановлю за программирую еще раз покажу это вот я нашел функцию программирование где это самое здесь вот у нас показывает время турбов самое время работать turbo режиме часа вот короче у нас вот в инструкции страница 70 у нас показывает режим турбов время turbo в режиме это труба режим это часа секунд это здесь для это дизельных автомобилях а потом контроль работ двигателя по сигнал тахамете как я подключил там сначала на у нас кинжат арбор боя почему ноги надо подключить потому что все время это бывает на генераторе это без разницы если не работает на тахометр подключить здесь у нас еще есть минимальное время вращения стартера у нас но 6 секунд поэтому не завелся нам сейчас надо поставить на 0 0 8 секунд еще максимально вращение стартера тут тут 0 минимальным максимально то начиная с нуля вот три раза попытки же делает заканчиваться надо 2 секунд 1 2 не завелся значит все нам она сейчас 0 8 значит 4 секунд поставить сейчас будем запрограммировать и сейчас про проверим что здесь есть интервал между включением зажигания мужчин стартера что при включении сразу кстати не крутился включился потом через 4 секунд начинает старте крутиться сейчас будем право запрограммировать эту функцию чтобы запрограммировать да сейчас покажу как с одной рукой трудно здесь что нам пишет так 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 чтобы войти в режим программирования вот здесь нам объясняет я не буду до конца счета там если вы будете будете установить прочитать потом начнете сам потому что я слишком длинном виде получается запрограммирую и буду сам ее проверить автозапуск уже это следующий день который мы устанавливаем это сигнализацию это не значит что вот день занимает просто здесь могу как видим много работа здесь крупная работа здесь магнитола колонка без шумка вчера остался автомобиля хозяин оставил но мы сегодня купили без шумку сюда на дверь и не был здесь централ замки вот купили такие почему такие купили это старлайн омске здесь модул централ замков который при нажатии главной двери закрывается все здесь в комплекте идут 4 3 централ замков ведется двума прям двума проводами один централ замок где-то с пяти здесь пять проводов то что здесь есть еще внутри кнопка который включател на к главным двери если при нажатии этого кнопку и закрывается тот если есть 4 сразу 4 закрывать у нас только два мы будем ставить два централ замки на дверях почему такой купили сейчас объясню в этой сигнализации с ширхан ширхан логикар логикар мне очень не очень понравился но есть дизайн ну ну по функциональности не очень понравился иногда клиенты спрашивает по этом выбор сигнализации мне я раньше работал сцене мак старлайном они хорошие были очень качественные просто это клиент покупал привез мы должны установить я хочу здесь вам обратить внимание на то что вот здесь с блока с блока процессорная блока выходит два провода зелё зеленый и желтый который один подает сигнал минус минус подает все на минус запирания подает сигнал отпирания мы сюда не подключим такой центральный замок потому что здесь только минус пилюш не здесь поляр не меняется только минус на одном выход минус на одном выход пилюш здесь тоже по инструкции показываю что типа сюда надо реле дополнительно поставить здесь инструкции есть вот здесь есть инструкция надо подключить дополнительные релёшки этого нам не нужен мы будем подключить готовый старлайновский это как видим старлайн даже на своих сигнализациях выпускает комплект это хотя у них есть там можно подключить без без всяких это релёшек можно подключить отдельно центральный замок я пока вчера то у нас было запрограммировано прокручиваем стартера это пока оставили сейчас будем центра на замке установить закончим с дверями потому что здесь бардак внутри надо проводом разобраться надо все ненужные обрезать изолировать заказка приборов кафрировать сверху и куда-нибудь закрепить собирать здесь еще у нас у нас там на наш на задержке счет парировка этого перебор на панели взрослой много работать так что сначала установим это как она центра на замке все дверь закроется откроется все сигнал сам сигназа будет работать потом будем за программ вот самой этого ну время времени типа это так называем дата адаптация автомобилем это дизель у нас козель надо трубу включить надо включить прокручиваем стартер подба дольше и между включенным сжиганием между прокручиваем стартером еще надо иногда поставить интервал побольше все давай попал подключен потом это дальнейшем посмотрим что у нас получается на этом соболе почти мы все закончили как я вам обещал покажу там вот установили колонки перед видео если увидели здесь борьба работе бесели сюда сюда там дверь центр на замков не было вот купили привезли комплект центр на замке старлайн овский показал там на видео есть просто остался тут запрограммировать я как я вам говорил там на видео я раньше работал с старлайном сеном сеном аксом они очень удобно установить программировать не так сложно сравнивать чем других вот шерхан это был магика раньше сейчас вышли новые версии шерхан логика тут какой там другие функции появились там через телев мобильный телефон можно позвонить заводить автомобиль без всяких блок управления можно какой-нибудь моторолу взять старый да вот там есть контакт на на этом на этом сигнализации есть контакт ну короче что если вот я собрал тут уже не буду показывать чтобы этого не будет разбирать тут просто забыл это сейчас снимать вот провод есть один турист на масса вот и кидаешь его один раз мы на масса замыкаешь опускай все злобы заводится если сделать там это функцию безопасность того что приехал на шик ты не он там не траку можно сделать телефон моторолу взять старый кому-нибудь либо самый без разницы эриксон моторола какой-нибудь взят там от вибратора там передумать через транзистор транзистор взятым транзистор выход подавать чтобы масса подавал там номер поставить ну можно так делать каждый наш наша работа не в об этом я вам обещал покажу как запрограммировать на это сигнализацию на подходящий в модель автомобиля это у нас собол дизель тур есть труба надо запрограммироваться чтобы он работал чуть больше крутил стартером чтобы смог заводить тизель жена чутка нет давайте начнем покажу вам сейчас только это часть у нас будет встречу видео но чуть будет вы по длине на этом видео будет в описании там к тайм-коду да вот там кода будет меню допустим возьмем книгу инструкцию если здесь вот вот у нас будет в описании вот меню программируем функции номер два кнопка 14 1 4 в одном время нажат 22 секунда вот функция 1 будет тайм-код какое-то время начинают объяснение вот такое видео будет ли длинным и будет там все функции по отдельности если кому кому-то нужен посмотреть это именно это меню не просто видео да может в описании зайти и нажать на это тайм-код и начнет видео с того время времени давайте сначала вот это с этом автомобиль разберемся потом я вам объясню как все это сделать вообще-то в этом механической коробке в сигнализации есть функции резерв резервирование резервирование функцию заводить автомобиль с механической коробкой это резервуар это мы должны ручными делать вот если нам надо заводить с пульта вот если вот допустим мы сел на машин автомобиль сели ручной заводим сначала ручную заводим допустим мы поехали там катались там своим делами потом вот приехали приехали да ручник тянем ручник ручник тянули ключ вытаскиваем продолжать работа вот вот вышли дверь закрыли мы находимся идет наружу нам надо закрыть этот самый двери дверь закрылись и это самый автомобиль заглох все мы ушли домой там спали туда-сюда с утра нам надо автомобиль заводить нажимаем вторую кнопку два секунды из звук там шелка там звук и все должен начать заводиться вот этого сейчас завелся у вас что не заботится это за того что вот у нас здесь там у нас даже на плеки показывать тип автомобиль работает что означает то что не заботится вот у нас есть программируем функция меню 2 здесь у нас показывает я даже что не сказал этого просто неполный собор вот здесь показывает у нас мак минимальное вращение время вращения стартера и есть максимальное время время вращения стартера здесь кнопка назначения 1 кнопка 2 3 4 и если здесь на первом меню прям кнопки 06 секунд минимальная максимально 2 секунды и тоже даже вот нам нужно хотя бы хотя бы в 2 это заводской стоит это первый но 6 2 секунд минимум максимум надо хотя бы поставить минимум 08 максимум 4 секунды чтоб хотя вот смог вот сам прокрутить чтобы ну дизель это смог заводить здесь еще есть интервал время между включенным зажиганием и включен стартера чтоб сразу не крутил 4 секунды полно захватает 4 секунды мне такая 4 секунды полно захватает это может быть зимой нужно будет 8 секунд поставить чтоб там это свечи накалывания они успели там нагреться солярку 8 секунд это качество 8 секунд я поставлю сейчас ну теперь давайте запрограммируем вот чтоб обратно заглушить еще раз нажимаем вторую кнопку все клохнет теперь что нам надо делать чтобы запрограммировать вот так вот сейчас если смогу с одной рукой сделать вот вот показываю первый а не подожди зажигаем должен выключен дверь закрыт и здесь тоже теперь разблокирована сейчас лампочку включу я что виднее было видим что дверь разблокирована здесь замки у нас разблокирована и после того на нас 11 открыть дверь и закрыть что авто бочевка не произошел теперь что делаем теперь нажимаем 1 4 нам нужно 2 меню вот если звук дальше идем нажимаем раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать вот сразу же надо запрограммировать это восемь секунд сейчас нажмем 2 1 1 1 1 1 сразу прозвучал и нажимаем 2 2 2 2 раза теперь за два раза это программировано произошел теперь нам надо максимальную еще раз нажимаем 1 4 и и дал сидим 12 1 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 еще раз нажимаем 2 1 1 2 2 3 4 5 6 7 9 9 10 12 10 11 12 12 13 12 14 14 14 14 это когда вот так кричит он с меню за программой выходит сейчас нажимаем и даже 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ждем у нас раз будет служат теперь нажимаем 2 2 2 раза все у нас теперь включена запрограммирован у нас вот меню минимальный врач на стартера 8 секунд максимально 4 секунд вот вот таким путем запрограммировали теперь заводим если дверь открыта мы нажимаем 2 секунд дверь открыли теперь вот смотрите это безопасно функция если случае вот дверь откройте да вот если дверь откройте еще раз вроде все это заново надо сделать вот это такой функции вот сейчас где ключ у нас заново сделать заводить потом крушить опять выйти с автомобиля меню резервирования вот резервюр вот он опять в действии пока вот дверь еще раз не откройте с этом открытом закрыт ничего страшного если дверь откроет кнопка дверь задействует все это функция не будет работать теперь нажимаем заводить нормально крутит нормально заводит всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на наш канал поделитесь 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 друзьями если вам интересно наш видео обязательно ставьте лайки вот это ну все ребята все спасибо за просмотр ставьте лайки если видео понравится если не понравится ставьте дизлайки если кто-то не подписан на наш канал подписывайтесь на наш канал поделитесь друзьям если у вас есть вопросы по поводу установка этого сигнализации задавайте вопросы в описании в описании есть у нас номера нашего автосервиса можете позвонить узнать если самый не сможет установить приезжайте к нам мы установим по по выгодным ценам в описании номера автосервиса если наш маму интересно наш адрес мы находимся город москва улица и иркутская дом 2 строения 18 недалеко от метро шелковская где-то метров 700 спасибо за просмотр зато следующего видео не забывайте смотреть на это видео у нас будет видео под программирование сигнализация шельхан логика все функции программирована у нас будет на следующем видео спасибо до следующего видео